Подмосковные вечера Как вы относитесь к названию артиста синтетического жанра? Честно говоря, мне кажется, любые могут быть рядом слова со словом «артист». Это уже дело зрителей и критиков, как обозвать вообще человека. Но мне ближе нравится мастер, сейчас, дилетант широкого профиля, скажем так. На самом деле сейчас век узкой специализации, и когда говорят синтетический жанр, все-таки это немножко обманка. Человек не может быть во всем, как говорится, мастером. Но если так вот называть, то это, наверное, отчасти комплимент. Хоть слово «синтетический», оно и ненатуральное. Ну, я не случайно с этого слова начала, потому что, наверное, наверное, я думаю, корни этого слова в том, что настолько разнопрофильный и разногранный, наверное, талант. Гира, все от безысходности. Я работал в эстрадном театре в Петербурге, в маленькой трубке такой эстрадной, и потом так почувствовал, что могу отделиться. Ну, тогда была мода, все стали отделяться вообще, и государства, и республики. И чтобы зрители не уходили с моего спектакля, мне надо было делать на сцене просто нечто, прилагать титанические усилия, фейерверк вообще, меняться там так, чтобы люди не скучали. Потому что, когда артист не разрекламируют, они приходят в театр, им говорят, сегодня шоу одного человека. Говорят, кто? Инадий Ветров. Ну, это то же самое, что там Терентин Пупкин, Василий Тряпкин. Говорят, кто? И сразу люди сдавать билеты идут. И их уговаривает, значит, кассир и администратор. Это хорошо. И моя задача, чтобы они не ушли в антракте. После концерта, значит, не подождали и не сделали мне физическое замечание. И чтобы потом пришли еще на следующую программу, на другую. Так что, вот, может, от этого, значит, как бы и все пошло. Тогда раскройте секрет. Как удавалось собирать залы при отсутствии сегодняшней известности? Вы знаете, честно говоря, у меня была и сложная задача, и трудная. Я работал в театре, который в Петербурге раскручен. Люди туда ходят вне зависимости от того, кто выступает. Каждое представление – это уже заведомо качество. Наш режиссер, он же театральный педагог, Исаак Романович Штокбанд. Он просто готовит классных эстрадных артистов, как мне кажется. Ну, на самом деле, все его ученики гастролируют по всему миру. Может, их, к сожалению, мало знают, но они котируются на мировом рынке вообще. На нашем как бы меньше. На нашем рынке это вот Юрий Гальцев. Потом Дукалис и Сергей Селин. Из ментов. Из ментов, да. Вот самый известный. Ну, ваш, может, скромный гость. Ну, это так, знаете, я просто себя немножко порекламирую. Хорошо, меня видно. Ага. Вот что я рассказывал. Вы чуть выше называли себя дилетантом широкого профиля. Вот насчет дилетанта с профессиональным дипломом лгитмика, работающим по специальности. Нет, я просто сюда приплюсовал несколько профессий. Во-первых, я себе сам шил на начальном этапе, чего делать никогда раньше не умел. Потом я сам писал музыку, сам писал слова, сам делал трюки, сам делал костюмы, все разрабатывал, сам проваливался долгое время. Вот. Ну, а потом как бы вообще Карл Маркс же, он писал в свое время, закон количества в качество когда-то переходит. И я надеюсь, что вот он потихонечку сейчас на той стадии, когда он близится к качеству. Ну, еще лет 30-40 и уже начну как бы выдавать, наверное, нормально. Сейчас узнаваемый. Сейчас, наверное, на улице говорят, вон, вон, пошел Геннадий Ветров, пошел. Там за руках еще не дергают, нет, там автографы просят на улице. Вы знаете, на самом деле ситуация приятная. Я так долго ждал вообще. У меня нет такого в жизни, что встал и проснулся знаменитым. Я как трактор, я пошу, 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 пошу. И вот урожай стал сходить, и вот люди прибежали, говорят, ой, хлеб пошел, давайте соберем урожай. И в принципе, как бы, вот, может, это отчасти сейчас у меня и маленький сбор урожая. То, что люди узнают на улице. Но, по большому счету, урожай урожаем, а главное урожай уметь хорошо этот продать. Так что я благодарен Регине Дубовицкой, которая, вот, мой урожай сейчас предоставила, как бы, широкому зрительскому вниманию. То есть известность принес все-таки аншлаг. Однозначно. А что было до того? Ну, я закончил театральный институт в Петербурге. И распределился в Питерский эстрадный театр Буф. Семь лет гастролировал по миру, пять лет в составе театра. У нас было трупа семь человек всего. И последние два года гастроли деятельности я был, значит, востребован сольно. Поработал в разных кабаре в Германии, во Франции. И в пик моей карьеры за рубежом это сольные концерты, 33 сольных концерта в Штатах. Вот, не на русскую эмиграцию, а на американцев. То есть это еще 92-й год. 92-й, да. Когда все было сложно и проблемно, все еще выезды были тяжелые. Ну, тогда еще знаете, в чем был плюс еще тогда. Тогда к России был просто громадный интерес. Только рухнул занавес железный. И наши соплеменники хлынули на рынок. И в том числе на театральный рынок. Ну, и у меня еще был козырь, поскольку я программу свою подготовил на английском языке. Ну, на таком, в принципе, условном. Я надевал нос. Вот заодно, раз принес нос, чем-то будет лежать за чарками. Надевал нос, немножко так себя преображал. И лепил, извините, просто. Такого горбатого по-английски. Первая фраза была такая, что, значит, все, что я сейчас выучил, я им говорил по-английски. Я заучил, как попугай наизусть, так что вы вопросов не задавайте. Сегодня говорю я. И после, значит, моего турне было много хорошей прессы, рецензий. Одна рецензия заканчивалась словами такими. Колоссальное по энергетике шоу. Там весело, смешно. Одно непонятно. На каком языке два часа с нами общался этот русский. Ну, вот, в принципе. Ну, а в действительности вы знаете английский? Ну, на таком минимальном разговорном уровне, причем не с англичанином, а с человеком, который тоже из другой страны, который знает английский. Ну, там типа, give me a money, дай денег, или там такое, что-то такое, по мелочи. Ну, для жизни. То есть, вот речь шла о программе «Маскарад». Ну, вот все-таки можно поподробнее, что же в ней там такое было, что так привлекло внимание американской публики? У меня было много перевоплощений и трансформаций. Причем трансформация не только вот, значит, лица, а и костюмов в том числе. И самый большой для меня был комплимент, когда ко мне на концерт... Кстати, волос, ничего, ты передай. Замечательно. Нормально, да? Замечательно. Значит, когда ко мне на концерт пришли американские артисты, театрально-американская школа, посмотрели спектакль, или в концерт можно пообщаться вот с артистами? Им говорят, можно. Ну, я вышел, они говорят, нет, а со всеми можно? У меня был еще помощник, музыкант. Я говорю, пожалуйста, он подходит. Они говорят, нет, нет, со всеми. Я говорю, ну, еще костюмер. За кулисами, значит, ассистент был, дядька, которая помогала переодеваться. Кстати, у меня были сложнейшие переодевания. На мне было по пять трюковых костюмов. Вот сразу вот в начале пять трюковых костюмов. И пока я оббегал сцену, значит, она все это обрывала, а маски у меня такие, что сразу все на лицо одевается одним движением. А в это время еще были трюковые декорации. Пианист играл музыку, и у него еще было ножное управление. Он нажимал на какие-то педали, и на декорациях что-то падало, взрывалось, отвалилось. И они не успевали следить. И я так получал, что мгновенно переодевался. И они говорят, а второй артист где? Я переводчицу подзываю, говорю, вот тут я не понял. Она говорит, они думают, что было два. Я говорю, я был один. Они говорят, ну ладно, не хочешь раскрывать тайны, ну и не надо. Не хочешь показывать второго, ну и не надо. Так что... Так кто же придумывает все эти трюки? Ну вот поскольку я говорю, на начальной стадии я был как нераспаханная целина, я из инженерной профессии бросился в театральную, я ничего не знал вообще, что было до меня на эстраде. Поэтому... А, кстати, афганская пословица гласит, что человек дальше всего идет тогда, когда не знает, куда идет. И вот все основное я придумал, вот будучи студентом театрального, как бы вот когда мозг еще светлый, чистый, тебя ничего не держит и не сдерживает. А сейчас, когда ты уже знаешь, ага, это делал там Джанго Эдвардса, ага, это делал там Пелло, это там делал тот клоун, тот уже как бы... Тяжело, когда давит груз информации. Что-то придумать. Как происходят сейчас ваши концерты, ваши гастрольные поездки? Я так понимаю, к вашим концертным турам присоединилась супруга и на афише появилась Геннадий Ветров и его спутница Карина. Вы знаете, моя замечательная половинка, она, можно сказать, декабристка. Она сама очень творческий человек. Мы жили в Петербурге, она была востребована, у нее большие успехи в модельном бизнесе и в фотомодельном. Ну, когда есть, что продавать, то и почему нет. Вот. И она еще занималась балетом профессионально. Таким балетом, знаете, модерн, современный. Ну, шоу-команда, которая вот энергично радует. Знаете, там, я не могу показать, у меня три по сцене движения вообще. Вот. И они, значит, очень котировались и сейчас котируются. Это шоу-фэнтези, такой балет в Петербурге. И она ради меня, вот, бросила коллектив. Кстати, они до сих пор держат для нее место вообще. Представляете, никого не взяли и ждут, вот, что Ветрова отдаст. Ага. А она с вами по гастрольным турам фактически на Багмакале, да? Нет, она переехала в Москву, вот, со мной. В принципе, в никуда. Вот, профессии нет. А в другой балет, конечно, я ее не отпущу. Сейчас. Ну, а дома сидеть творческому человеку, это тоже очень, как бы, грустно. Правда? И я предложил ей попробовать себя вот в том, что я делаю. Надо сказать, что у нее это получилось. Во-первых, у нее сейчас несколько очень классных танцевальных пародий. Там, на Майкла Джекса, на Мадонну, на Бритни Спирс. Во-вторых, оказалось, что она еще умеет и голосовую пародировать. И потом старая, прошлая ее работа тоже, она, как бы, пошла в зачет. У нее несколько танцев таких классных. И танец живота в эстетском ключе. Таком, знаете, вот, дорогие такие танцы. То есть, и все это будет в новой программе? А? Да. Которую увидят жители Подмосковья вот буквально-буквально уже скоро? Да, они ее уже смотрят во многих городах. Они тяжело вот так вот получается? Тяжело. 24 часа в одном объеме, когда жена не просто жена, а сценический партнер и помощник, и вообще вот во всех отношениях. Ну, это называется одним словом – любовь. Ну, правда. Чем больше, тем лучше. Конечно, если ты вышел завтра, женился не по-любимому. Ну, женился просто, женился. Конечно, ты мучаешься, если рядом одно и то же лицо, которое тебе не… А так, если это лицо, это любимое рядом. Можно тогда личный вопрос? Вы давно женаты? В принципе, как бы, я не знаю, по современным меркам это много или мало, но пять лет. Это срок. Это срок. Это любовь. В дальнейшем, как будет совершенствоваться ваша программа? Что в них будет? У вас уже есть какие-то… Вот программа создана, да? Сразу же рождаются новые планы. Вы знаете, на самом деле, мне уже не так мало лет, я за свою жизнь себе подготовил большой запас. У меня сейчас, на данный момент, три сольных программы, не повторяющихся, которые составлены из оригинальных номеров. Ну, третья, она пока не полная, но, в принципе, вот-вот уже можно, в принципе, ее и как бы выдать на гора. И одна только проблема, что у меня много аксессуаров и реквизита задействовано. Вот одна программа, с которой мы ездим, она такая не энергоемкая. Там два чемоданчика и гитара, и все. А вот все остальное, вот то, что я рассказывал, все падает, отваливается там. Вот, это как бы уже требует каких-то дополнительных ресурсов, и людских в том числе, чтобы помощники, ассистенты. Я надеюсь, когда-то к этому прийти и сделать свой театр. Ну, а самая интересная сейчас у нас работа начинается, как мне кажется, над пародийной программой. Мы хотим взять пародию на Дэвида Копперфилда в большом объеме. У нас есть один такой номер с коренной, но это как первая ласточка, и он людям нравится. И как показывает практика, очень нравится. И мы подумали, они сделают ли программу более расширенную. И сейчас, в принципе, как бы есть идеи, есть люди, которые готовы поучаствовать. Ну, как у артиста Геннадия Ветрова рождается идея номера? Приходит автор и говорит, я придумал. Или как это вообще происходит? Вы знаете, в принципе, вот трюковые номера, они рождаются непредсказуемо. Не знаешь, как это происходит. А вот то, что касается текстовых номеров, то сейчас, поскольку я стою на потоке, и надо выдавать постоянно новые номера, а речь – это одно из самых сложных на сцене. Казалось бы, просто все мы говорим, да, а все-таки речь – это самое сложное. Вот сейчас я сотрудничаю с питерским автором, с Олегом Солодом. А все оригинальное по-прежнему как бы стараюсь придумывать сам. Но идея приходит просто в таких местах, не запланированных. Первая моя глобальная идея пришла ко мне на экскурсию в ботаническом саду в Батуми. Мы идем, значит, по аллее, где растет бамбук, и экскурсоводы говорят, это бамбук единственный в мире музыкальный, который вот у нас, все его покупают, и из него делают музыкальные инструменты. И я думаю, а если этот бамбук нашить на тело, а сверху одеть костюм, то можно сделать, значит, номер на приеме у невропатолога. И, значит, я, как русский человек, договариваюсь со сторожем ботанического сада, вот, прихожу ночью, за три бутылки он меня пускает в оранжерею, которая там, где подрастающее поколение бамбука, я напиливаю там, он говорит, только вот эти дорогие образцы не пили. После четвертой бутылки я пилю все, что возможно, значит. Но бамбук-то это действительно музыкальный оказался. Да, да, и я сделал самое интересное. Я говорю, вот, когда человек не знает, куда идет, он как бы пытается сделать открытие. Вот я сделал открытие, я напилил этот бамбук, да, нашил на костюм, значит, ну, допустим, нижний костюм спортивный, условно скажем, нашил, да, а сверху одел еще какой-то костюм. И он так выпирает, ну, они толстые, палки, все разнородные, вот, чистота, тона, она же разная, да. А мне говорят люди, серьезные, профессионалы, а что ты возьми, готовый уже этот самый ксилофон, палки-то они тоненькие, ксилофонные, готовые, и я понимаю, что уже этот инструмент давно изобретен. Все уже давно придумано. Я иду, покупаю ксилофон, да, ну, рождается все. Или вот у меня есть случай такой показательный, мне надо было сделать трюковой цилиндр, и я, значит, чтобы не делать какой-то каркас и основу, решил пойти купить ведро в продовольственном магазине, в промтоварной. И прихожу, отдел был пустой, и такая тетка, продавец, ленивая такая, значит, сидит, я стал примерять все ведра, ну, чтобы хорошо сидело, чтобы плотно, да. Одно ведро, второе, после третьего десятка, а там выбор большой, у нас гостиный двор в Петербурге, там много, она так заинтересовалась уже, смотрит, ну, видит, приболел, меряет, короче, ведра, да, и я говорю, а вы знаете, вы не могли бы, вот, я чувствую, мое ведро наверху стоит, которое, не могли бы мне сверху снять, она такая крупная, и лезть неохотно, наверное. А вам на каждый день или на выход? Я говорю, вы знаете, мне, честно говоря, на каждый день. Она говорит, тогда вот идите в этом, которому сейчас вам очень идет. Ну, людям же не расскажешь, правильно? Ну, вернее. А ведь не поверят, даже если расскажешь, но не поверят. А то мне надо было купить костюм как раз вот для вот этого номера, чтобы он был на пять размеров больше, да, чтобы там палки не видно было. Ну, и образ такой у меня был, ну, типа такого сейчас, сейчас, ну, час утра. Ну, такой немножко был он, странный самый, костюм у него тоже странный. Кстати, Кира, с наступающей вас весной вообще. Спасибо. Если надо, я проинструктирую по поводу поцелуев, и не только теоретически, но и практически. Я смотрю, вы как-то загорелись, глаз загорелся, загорелся, попейте чай. Кира. Значит, мы отвлекли. Ну, и вот, значит, я рассказывал о чем... Про костюм номера провел, да? Нет, костюм надо было большой купить. Я продавцу говорю, у вас есть 60-й этот самый размер? Она говорит, молодой человек, вам надо меньше. Я говорю, у меня надо 60-й. 60-й. Она говорит, я работаю не первый день, поверьте мне, потом будете назад приносить. Я говорю, ну, мне 60-й надо. Но она посмотрела, я на больного дала 60-й. Я померял, он здоровый, говорю, а побольше нет? Она говорит, Зина! Еще продавец. Иди, иди, я не могу, иди на отдел. Займись клиентом. Клиент созрел. Займись клиентом. Я говорю, что нет камеры, чтобы заснять, потому что многое забываешь. Я даже прошу своего помощника, у меня помощник есть замечательный, он все у меня, как бы мастер на все руки, он звукорежиссер, директор, администратор, и машину водит, значит... И историограф, я так понимаю. И историограф, да. Я говорю, слушай, записываю еще, и шутки походу. Так что мы сейчас хотим еще камеру параллельно ставить на концерт, потому что многое забывается, а жалко. Ну так вот хотя бы что-то отложилось из таких импровизационных моментов, что сейчас можно вспомнить? Ну вот вчера, например, у нас был концерт, значит, у меня есть такой номер, где я дудки раздаю людям, они там птицы заображают, значит, и это самое... Нажимают дудки. И один мужик, я, значит, раздался дудки, и только начинаю говорить, и он начинает в дудочку эту дудеть, короче. Ну, закончилось тем, что я пригласил его на сцену, но у него было такое хорошее настроение, и там стоял рояль, и я сыграл на рояле собачий вальс, а он на этой дудке симпровизировал. Ну, это был просто шквал. Ну, не будешь же мужика возить с собой на концерты, правильно? А другого тоже не заставишь. А бывает так, что зрители к вам обращаются на концерте и говорят, вот я придумал для вас, я вот для вас специально изобрел? Вы знаете, может, просто я не так много работаю сольных концертов, но мало таких людей. А вот, кстати, по поводу зрителей, мы сейчас заговорили о них. Почему, скажем, вот вы гастролировали в Америке, почему, как вы считаете, американского зрителя поднять проще из зала? Потому что много ваших номеров рассчитано именно на зрителя, на непосредственно контакт с зрителем. А наш зритель по большей части сядет в зале, и трогать его руками нельзя, и призывать к чему-либо опасно. Ну, во-первых, американцы, они же очень прагматичные, да? Он, если заплатил деньги, он хочет получить удовольствие на 100%. Если ты ему говоришь, иди сюда, ну, сейчас он понимает, что он сейчас эти деньги полностью окупит вообще. А наш заплатил деньги, и говорит, давай вот на эти деньги отработай, повиси. Сделай нам красиво. Да. Я вспоминаю всегда классическую такую карикатуру, когда в цирке сидят о том, что нашего зрителя тяжело чем-то удивить, да? Но зато, если ты нашего удивил, так как наш зритель любит артиста, никто не будет тебя любить. Там вот берет стоит 20 долларов, на 20 долларов тебя отлюбили, и всё. А здесь тебя будут любить просто без денег. Так вот, карикатура о том, как наших удивить тяжело. В цирке сидит пара такая, ну, такие, видно, люди, которые нечасто ходят, да? Допустим, ну, некогда. И на сцене там трёхглавый дракон такой вообще прыгает через горящее кольцо. Ну, змей трёхглавый, три головы, да? И дрессировщик такой весь на нерве. А она ему сидит и говорит, зрительница своему спутнику, смотря, в цирке ничего не меняется. Те же прыжки, те же кольца. А то, что трёхглавый змей прыгает, это как бы не засчитывается. Так что как бы с нашими сложнее, но в то же время с нашими лучше. Как вы думаете, Гена, вот есть у разных артистов какие-то вот фразы, эпизоды, которые остаются в памяти у зрителей, с которыми потом этот артист ассоциируется? Ну, допустим, вот Полунин, Асисяй, да? Сразу сначала запомнили Асисяй, потом запомнили, что это Полунин. У Дроботенко, ну, отхипебёздить, наверное, да? Вот у меня, наверное, нет такого номера, с которым бы я ассоциировался. Ну, я, честно говоря, и счастлив, потому что у меня много таких номеров, с которыми можно было бы проассоциировать. Но это и хорошо, что человек к одному номеру особо и не привязан. Но, с другой стороны, палка о двух концах. Вот есть, допустим, маска там у Иудакимова, да? Морда красная. И всё. Как бы больше ничего и не надо, да? В принципе, потому что настолько это в десятку вообще. Ну, такой номер тоже, в принципе, тяжело придумать и образ вообще. Ну, я, честно говоря, от этого не страдаю. И если он, такой номер, не родится, то больше буду ассоциировать самого артиста с самим собой. Ну, не знаю, это как бы... Каверсный вопрос. Вы достаточно часто участвовали в телевизионных программах, и на региональном телевидении работали. Лауреат многих конкурсов, да? Ну, вот, а наград нет. Вот таких званий, таких вот. Не везёт с наградами вообще. Как в песне. Не везёт мне в картах, да, или в чём? Повезёт в любви. Мне везёт в любви, а награда – это настолько субъективно. Вы Олимпиаду сейчас смотрели? Ну... Нет, ну вы слышали о скандалах. Это чужая страна. Не, не важно. О скандалах слышали, да? Да, конечно. Что люди выигрывают, а их заслуживают. Вот перед вами сидит объект, который пострадал на 927 конкурсах. Я, на самом деле, привозил золотые медали зрительских симпатий, журналистских призов. А первых мест, как бы, мне не присуждали. То есть, действительно, и луга, и зрительские симпатии. Да, и я от этого, честно говоря, не страдаю. И у меня был прецедент, мои документы послали, особенно вот после гастролей в Америке, послали на заслуженного артиста. Ну, пришла рецензия, что слишком молод для заслуженного вообще. Ну, я опять от этого не страдаю. Один известный наш мэтр сказал такую фразу. Он уже был давно мэтром, и ему вдруг решили присвоить заслуженного. Он сказал, ребята, мне не надо отдать и тому, кто нуждается вообще. Мне кажется, самое главное имя у человека, это, ну, это говорит тот, у кого звания нет. Самое главное имя у человека, которое ему дали родители. Вот меня зовут Геннадий Ветров, этого мне хватает. Хорошо. Вернусь к популярности и вернусь к аншлагу. Мы говорили о том, что было до, а что во время, собственно, что происходит сейчас? Вообще, Кира, мне кажется, слово популярность ко мне не относится. Во всяком случае, хочется верить, что пока может быть известность. Популярность – это уже глобальная любовь зрителей. Вы меня ощущаете? Я ощущаю. Ну, это когда уже все тебя знают. У Малежика, кстати, был такой случай. Его не выпускали в Америку. Боялись, что он там останется. Не знаю, по каким критериям. Он рассказывал. И он говорит, американский посол вызвал меня на собеседование. Я говорю, вот ваши документы, мы вас не можем пустить. Я взял эти документы и говорю, да мне ваша страна в принципе не нужна. Я туда и не хочу. И тот заинтересовался, почему? Говорит, во-первых, я там не останусь никогда, потому что здесь меня знает каждый. И посол, который не знает нашу эстраду, он говорит, а как вы докажете? Он говорит, мы выходим сейчас на улицу, идем с вами по улице. Вы подходите к любому из десяти человек, и каждый из десяти скажет, кто с вами идет. Вот посол говорит, спорим, я вас выпускаю, тогда даю вам визу на какой-то срок. Типа такого, я могу наврать. Они вышли, и посол подходил к десяти людям на удачу. Уже был, наверное, конец рабочего дня, его заинтересовало вот это соревнование. И каждый из десяти сказал, это Вячеслав Малежик, и подошел и взял автограф. Знаете, я пока не могу так никого с собой пригласить, пройти по улице, знаете, ну, чтобы не промазать. Ну, я надеюсь, придет время. То есть так вот скромно пока, да, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд. Я вообще максималист, и я придерживаюсь уже таких, знаете, критериев однозначных. А когда вопрос колеблется, лучше не додать, чем передать. И я все-таки вернусь к аншлаговской семье уже, наверное, такой, которую показывают по телевизору. И, конечно же, интересно очень, что же там происходит за кадром? Что же там вот за такие хитросплетения, отношения? Вот это уже, наверное, такое, как всякая семья, маленькое государство. И в этом государстве вы кто? Наверное, это правильно назвать такой маленький эстрадный театр. Театр Регины Дубовицкой. Это, как она называет это, это клуб. Клуб по интересам. Ну, я, наверное, сейчас один из актеров этого театра. А какие роли в этом театре играть, кому, это в большей части. Рядовой. Рядовой. Благодарю Богу, что, в принципе, как бы эстрадная профессия, она дает возможность состояться и дослужиться до генерала, и благодаря только самому себе. Если ты будешь выдавать на гора продукцию, которая вне конкуренции, которая не спорной будет являться, а вот однозначно. Вот есть артисты, которые, и, значит, личности, которые нравятся всем однозначно. Ну, большинству. Вот надо стремиться к этому, чтобы тебя признавали все. У меня есть несколько традиционных вопросов, которые звучат в нашей программе. И вот несколько из них мне хочется вам задать. Вы сами ходите на эстрадные концерты? Вы знаете, мне, честно говоря, так стыдно. В основном я вижу своих коллег и своих, значит, не только своих, вообще, вот артистов и параллельных, скажем так, направлений и жанров, только в сборных концертах, которых, слава Богу, много. А вот сейчас, может, это и хорошо, и плохо, из-за плотного концертного графика нам не удается походить вот так глобально на премьеры, на эстрадные спектакли. Мы переезжали в Москву с Кариной. В Питере мы ходили часто на концерты. Ну, да, можно сказать, что часто. И собирались в Москве этот, значит, график сделать более плотным. Но, к сожалению, пока, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, наверное, это все-таки плохо. Если бы была такая возможность, на концерт какого артиста вы бы пошли? Вот я бы просто, знаете, поступил так, как я поступил, когда приехал в Петербург. Я взял театральную афишу, прошел по всем, что были. Потом прошел еще раз. А потом выбрал те, которые мне понравились, и стал ходить только туда. Конкретизирую вопрос. Я все пытаюсь выяснить ваше пристрастие в вашем же собственном жанре. Мне все нравится. Я всеядный. Правда, если что-то кому-то даже не нравится, я пытаюсь из этого извлечь какую-то для себя пользу. Потому что человек, любой человек на эстраде, это личность. Только личность может собирать, значит, полные залы. И если что-то нравится, не нравится, я всегда для себя открываю какую-то другую сторону. Особенно вот после непосредственного контакта. Очень часто по телевизору смотришь на артиста. И, ну, я вот Лолите сказал, мы сейчас познакомились близко. Я сказал, что раньше я относился, скажем так, по одному к ее творчеству. После того, как я посмотрел, как она работает вживую и познакомился с ней как с человеком, я просто изменил свое мнение на 10 порядков выше. Потому что от нее такая энергия идет, а другой раз экрану на эту энергию не передает вообще. Такое обаяние вообще. Ну, просто удивительная артистка. Чудная женщина. То есть вы не утратили способность удивляться в этой жизни. Да, и потом действительно телевизор, вы знаете, кстати, вот и мой жанр, он тоже, и Регина Дубовицкая часто мне говорит, делая акцент на речевые номера. Потому что все вот эти трюковые номера, они так тяжело переносятся на экран. И, ну, тяжело снимать оригинальный номер. Атмосфера, она, как бы, переносится сложно. Поэтому я к чему клонюсь? Ну, надо прийти посмотреть, что вживую люди делают, правильно? В то свободное время, которое, наверное, ну, я так подозреваю, его, наверное, немного очень бывает в таком плотном гастрольном графике. И все-таки, если оно вдруг образуется, это свободное время, чем вы его занимаете? Вы знаете, в принципе, вот сейчас получается, что мы спим в это время. Потому что... Что я делаю? Что я делаю? Сплю. Да, спим. Потому что много очень перелета. Вот сегодня мы всю ночь не спали. Дело в том, что время нашей программы неумолимо подходит к концу. Как бы мне не хотелось, но придется заканчивать программу. И традиционно в нашей программе обращается к зрителям наш гость с пожеланиями, может быть, с вопросом. Ну, я, во-первых, еще раз хочу вот этот носик отработать. Моя фраза. Нос человеку дается не только для того, чтобы в него сопеть, но и для того, чтобы им еще доставлять радость. Видите, центр, центр лица. Также у каждого человека должен быть центр радости. Друзья, ищите в нашей жизни, в нашей такой, казалось бы, серой, а нет, на самом деле она яркая. Вот такие яркие точечки. Старайтесь улыбаться чаще. Улыбка – это признак хорошего настроения. Если человек улыбается, значит, все у него хорошо. Даже если плохо, улыбайтесь, все у вас получится. Но от себя желаю вам любви, настроения, радости и попутного ветра. Спасибо, Кира. Вам спасибо. Нашим сегодняшним гостем был Геннадий Ветров, артист эстрады. А в эфире была программа «Подмосковные вечера». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова